Общественные слушания решили проводить в местной библиотеке. Всех желающих зал вместить не смог. Чтобы высказать свое мнение, люди стояли даже в коридоре. В заказнике северной власти предлагают разрешить спортивное и любительское рыболовство, пустить туда туристов. Но при этом часть территории оставят в статусе особо охраняемой, где будут действовать жесткие правила. Эти предложения основаны на выводах ученых из НИИ охотничьего хозяйства. В этом году они провели комплексное исследование животного и растительного мира. Кроме того, на полуостров Шмидта планируют вернуть рыболовецкие станы. Промышленникам по закону выделяют зоны в морской акватории. Но людям, которые будут работать на Путине, необходимо жилье. Для них хотят поставить временные палаточные городки и разрешить движение техники на прилегающей территории. Многие общественники это предложение отвергают. Прибрежные скалы и обрывистые берега служат местами массового гнездования морских и околоводных птиц. Прибрежные камни используют для отдыха множество тюленей. Размещение в этой зоне рыбопромышленных станов окажет крайне негативное влияние на биообразование. Во время обсуждений звучали предложения дать право выбора всем сахалинцам. Но по закону заказник имеет статус регионального и изменения вносит муниципалитет. Так что собравшимся пришлось голосовать. За изменения высказались 34 человека. Против 21 и двое воздержались. Сразу после этого не согласные с результатами голосования начали анализировать видео, снятое в библиотеке. Общественники и экологи говорят, поддержали изменения только 19 человек. 22 участника слушаний были против. Инициативная группа уже направила официальный протест. Как сообщили в Минприроды, в Ахе прошел только промежуточный этап. Все материалы теперь передадут на государственную экологическую экспертизу.